Что ты делаешь? Не могли бы вы рассказать суду о характере вашей бывшей жены? Охотно. Возражаю, Ваша честь. Бывший муж вряд ли способен быть объективным по отношению к своей бывшей жене. Ваша честь, они были не просто супругами. Они оба юристы, адвокаты. Я выслушаю его. Протест отклоняется. Я не встречал более порядочных людей, чем Джулия. Она принципиальный человек, не склонный к компромиссам. И я верю каждому ее слову. Известно ли вам о каких-либо связях своей бывшей жены? Ничего подобного не было. Из нас двоих неверным супругом был я. А она всегда великодушно прощала меня. Она редкая женщина. Боюсь, все эти годы ей слишком часто приходилось прощать меня. Скажите, она часто лгала? Не думаю, что Джулия умеет лгать. По-моему, она скорее умрет, чем солжет. И она никогда не обвинит кого-нибудь в преступлении, если не будет абсолютно уверена, что человек виновен. Возражаю. Защита протестует против последнего утверждения мистера Кэпвелла. Принимается. Благодарю вас, мистер Кэпвелл. У меня больше нет вопросов. А у меня есть. Мистер Кэпвелл, вы когда-нибудь подозревали, что у вашей жены роман с мистером Николсом? Я очень ревнив и подозрителен. Означает ли ваш ответ да? Возможно, у меня мелькала такая мысль. Разве вы никогда не обвиняли ее в том, что у нее роман с мистером Николсом? А она в ответ не уверяла вас, что они просто друзья? Да. Но это не избавило вас от подозрений, верно? Вы продолжали думать, что она изменяет вам. Я протестую. Ваша честь, это не судебное заседание. Ваша честь, свидетель описывает характер истицы. Нужно исключить пристрастность. Продолжайте. Вы думали, что она изменяет вам, не так ли? Ревнивым людям не нужны конкретные поводы. Ревность это чудовище, которое само заботится о своем пропитании. Из ваших слов, мистер Кэпвелл, следует, что вы не сомневались в ее неверности, так? Да, но это не значит, что она изменяла мне. Значит, вы сомневались в правдивости вашей жены. Хотя под присягой показали, что ложь не свойственна ей. Если я верно поняла вас, вы сказали, что никогда не сомневались в ее правдивости. Возражаю. Но именно ваше нежелание поверить ей, вопреки ее заверениям, и привело, в конце концов, к разводу. Прошу тишины. Развод не имеет отношения ни к порядочности, Джулии, ни к ее правдивости. Прошу тишины. Успокойтесь. Прекратите. Иначе всем придется покинуть зал суда. Продолжайте, мистер Кэпвелл. Все было совсем не так. Наш развод – результат многих причин, но только не того, что я не верил своей жене. Но все же Дэш Николс был одной из этих причин. Нет, во всем виноват лишь я. А как же тот факт, что они проводили вместе много времени? Они работали. Сначала в офисе экологов, а затем Джулия защищала его в гражданском процессе. Работая, они провели вместе много вечеров. Они готовились к защите. Уверен, вам известно, сколько времени это требует. Они провели вдвоем много вечеров. Вы нервничали? Я сходил с ума, но это не имеет отношения к моим утверждениям. Ваша честь, свидетель не отвечает на вопросы. Во всем виноват я, а не Джулия. Мистер Кэпвелл, отвечайте на вопросы защиты четко и ясно. Вы меня поняли? Да, Ваша честь. Мистер Кэпвелл, вы продолжаете утверждать, что ваша бывшая жена не способна лгать. Продолжаю. И вы безосновательно ревновали ее. Так? Да. Вы действительно верили, что ее отношения с мистером Николсом чисто дружеские? Возражаю. Поддерживаю. Уводит вопросов. Переходите к заключению. Я снимаю вопрос. Не хотите облегчить мне задачи? Как адвокат, вы, конечно, знаете, что у меня есть две возможности опровергнуть ваши показания. Первое. Сказать, что вы лгали, выгораживая бывшую жену. Неправда. Я не сказала, что вы лгали. Но дело не в этом. Поскольку вы свидетель, дающий характеристику, необходимо установить вашу компетентность в этом деле. Вы понимаете меня? Я знаю, Джулию. Понимаю. Однако вы подозревали ее в супружеской неверности. Повторяю, дело было во мне, а не в ней. Значит, в тот момент вы разбирались в ее характере хуже, чем сейчас. Сейчас я трезв. Значит, когда вы были женаты, и Джулия совершала деловые поездки с мистером Николсом, когда отказывалась обедать с вами, потому что работала с ним, и даже пропустила ваш день рождения, отправившись с ним на съемки, когда вы ревновали ее, вы были пьяны. Джулия никогда не лгала мне. Просто не говорила всей правды. Нет, это не так. Необходимо уточнить, какой именно смысл вы вкладываете в свои слова. Вы говорите, она не способна сказать неправду. Да. Уверены ли вы, что она не скроет и не исказит информацию, из-за опасения быть кем-то, например, вами, неправильно понятой? Джулия не способна на этом. Вы уверены, что когда были женаты, она не скрывала своих отношений с мистером Николсом? Уверен. Она не скрывала от вас ничего, что могло бы поставить под сомнение ее слова о чисто деловых, профессиональных отношениях с мистером Николсом. Он уже ответил на этот вопрос. Я это знаю. Просто хочу убедиться в том, что мистеру Кэпвеллу известно абсолютно все. Иными словами, что миссис Кэпвелл не скрывала негативную информацию. Послушайте, миссис Кэпвелл истец, а не свидетель. Верно, вы правы. Свидетель Мэйсон Кэпвелл. Человек, готовый поклясться в том, что Джулия Кэпвелл не способна солгать. По его утверждению, для суда достаточно одного слова, миссис Кэпвелл, чтобы человека можно было заточить в тюрьму. Верно? Верно. Значит, Джулия не скрыла от вас того, что однажды уснула в номере мистера Николса, когда они были в Сакраменто? Я это знаю. Джулия не скрыла от вас и того, что в ваш день рождения не только ездила с мистером Николсом на съемку, но и посетила могилу его бывшей возлюбленной. Нет, не скрыла. Она проинформировала вас и о том, что мистер Николс был с ней в Сан-Карлосе, куда она ездила оформлять развод с вами. О, прошу прощения. Неужели она утаила от вас эту маленькую подробность? А я думала, у нее нет секретов от вас. Ведь такую важную информацию правдивая женщина типа Джулии обязательно должна была сообщить вам. Вы ошибаетесь. Вы же утверждали, она никогда ничего не скрывала от вас. Судя по всему, вы в ней ошибались. Пока мы были женаты, она ничего от меня не скрывала. Она не сообщила мне об этом, ибо думала, что мы в разводе. Думала? Она думала, что вы в разводе. Развод незаконен. Что? Повторяю. Развод незаконен. А Джулия этого не знала. Она думала, мы больше не супруги, поэтому и не стала ничего рассказывать мне. Ваша честь, все видят, этот мужчина не имеет ни малейшего понятия о том, кто эта женщина на самом деле. У меня больше нет вопросов. Джулия? Почему ты не сказал, что развод незаконен? Но ты же не сказала, что ездила туда не одна. Ответь на мой вопрос. Почему ты не сказал мне? Как ты мог скрыть от меня это? Быстрые разводы требуют повышенного внимания, а тебя явно что-то отвлекало. Ты не обратила внимания на весьма существенные оговорки. Боже мой. Я истерзался, считая, что не достоин тебя. Ты такая благородная, положительная, а я мерзавец. Я утверждал под присягой, что ты не можешь лгать, что ты не способна на это. И вдруг я узнаю, что разводиться со мной ты ездила вместе с Дэшем, с этим подонком. Вы жили в обычном номере? Или в апартаментах для новобрачных? Ну и как он в постели? Как он в постели, скажи мне? Мистер Кэппл, вчера вы очень расстроились, узнав о том, что Дэш Николс последовал за вашей женой в Сан-Карлос, где она решила оформить развод. Верно. В свете полученной информации, изменилось ли ваше мнение о личности бывшей жены? Ничуть. Вы по-прежнему считаете ее образцом прямоты и честности? Да, считаю. То есть, вы верите, что она не из тех женщин, которые могут выдвинуть ложное обвинение в изнасиловании, руководствуясь личной неприязнью? Разумеется, верю. Мистер Кэппл, всем известно, что вы и Дэш Николс достаточно часто встречались. Каково ваше мнение о нем? Возражаю. Ваша честь, я протестую против того, чтобы свидетель высказывал свое мнение моим подзащитным. Поскольку мы уже выслушали достаточно личных мнений, то протест отклоняется. Продолжайте, мистер Тиммс. Мистер Кэппл, ваше мнение о Дэше Николсе? Упрямый, самоуверенный и порой надменный. Не способен пойти на компромисс. Не прислушивается к чужому мнению. Или по-моему, или никак. И когда оказался на волне популярности, часто стал получать желаемое. Мистер Кэппл, что двигало мистером Николсом, когда он угрожал прикрыть проект Адисса? Им двигала враждебность по отношению ко мне. Потому что моя жена не отвечала на его чувства. Но он продолжал настаивать, пока в минуту слабости она не сдалась. Протестую. После этого он решил, что она его собственность. Мистер Кэппл. Я потерял контроль. Это больше не повторится. Хорошо. Продолжайте, мистер Тиммс. Больше нет вопросов. Мисс Брайдли. Мистер Кэппл, вы утверждаете, что ваша жена не способна солгать. Верно? Да. Вы заявили, что она из тех женщин, кто с отвращением относится к проявлениям сексуального интереса к своей персоне. Но вы только что нам сказали, что были уверены в том, что ее совершенно не волновали ухаживания мистера Николса. Нет ли в этом противоречия? Она лгала ему или вам? Возражаю. Свидетель не может отвечать за жену. Почему бы тебе меня не спросить? надо проверить. Спасибо.